Всем добрый вечер, наверное. Рады, что вы нашли время, чтобы прийти к нам и получить какие-то новые сведения. Моя фамилия Ганжа, зовут Людмила Юрьевна. И мы сегодня с вами поговорим про расходы по созданию сайта в Бухучете. Как вы понимаете, семинар у нас проводится с целью приглашения вас на очередное наше обучение, поскольку Центр-специалист – это ведущий учебный центр по подготовке профессионалов в области бухгалтерского учета и 1С. У нас проходит очень большое количество обучающих и семинаров, и курсов. Много начинающих бухгалтеров у нас обучаются. И даже те, кто практикует, в общем-то, к нам приходят постоянно, потому что актуальная информация всегда новая, свежая. И знаем о том, что у нас есть требования по профстандартам, соответственно, мы должны с вами соответствовать. Должны соответствовать. Потому что главный бухгалтер, грамотный бухгалтер, может быть, он не главный, может сделать очень много для работы предприятия, для развития предприятия, разработать оптимальную систему учета. Систему учета можно менять по мере роста вашего бизнеса. И, конечно же, проводя анализ работы вашего предприятия, выявлять вовремя проблемы и помогать их устранять, соответственно. Кроме того, главный бухгалтер способен предоставить обоснованный прогноз развития предприятия, привлечь в бизнес новых партнеров, новых инвесторов. Ну и, конечно же, предостеречь на сегодняшний день очень активно, как бы это назвать-то, работу налоговых органов по выявлению безграмотных специалистов. И уход от налогов и прочее, да, всякие процессы оптимизации надо, конечно же, проводить со знанием дел. Поэтому у нас огромнейшее количество курсов и линейка, наверное, самая большая по прохождению курсов бухгалтерского учета 1С. И мы сегодня поговорим с вами о курсе, который не так давно у нас появился. Это семинар, хотя он, в общем-то, называется «Практический семинар для бухгалтеров», но он занимает 6 занятий. Мы решаем огромное количество задач, более 200 задач у нас там рассматривается, называется «Практикум по бухгалтерскому учету разбор ситуационных задач». Да, вот такой вот у нас есть «Практикум». И ближайшее занятие, которое планируется, будет в моей группе, поэтому я вас туда очень активно приглашаю. На этом курсе мы разбираем прям практически все ситуации, связанные с работой. Очень много тем, очень много задач, ведь только по модулю «Основные средства» у нас 20 задач рассматривается. Точно так же идет, в общем-то, по каждому направлению огромное количество. И среди них, в общем-то, есть задачи. Две связанные с расходами по созданию сайтов, доменного имени, расходы по хостингу. Как нам отразить программные продукты в учете, имеем мы или не имеем исключительные права. Как это влияет на записи в учете, как вы проводите обновление программных продуктов. Все это мы подробненько разбираем. Ведь всякое бывает в жизни у нас. Есть исключительные права или нет исключительных прав. Как вам поступить в этом случае, на какой счет поставить на учет. Каким образом отразить в расходах стоимость этого программного продукта или же сайта как такового. Конечно, практикумов у нас несколько. У нас также я вас приглашаю на практикум по налогообложению. Точно такой же есть практикум по налогообложению. Решение задач называется. Тоже мы очень, там, несколько занятий решаем задачи и заполняем декларации. Поэтому, может быть, они не первые стоят в линейке наших всех курсов. Но они, тем не менее, очень и очень актуальны. То есть практикум по налогообложению, практикум по бухгалтерскому учету. Здесь вот плохо видно, да? Вот. И, соответственно, конечно же, есть еще практикум по 18-му ПБУ, которые, к сожалению, не все хорошо умеют читать. Вроде бы написаны русским языком практикум ПБУ. Но, тем не менее, вызывает кучу всяких трудностей. Итак, что мы сегодня с вами... Что касается нашей сегодняшней тематики. Интернет-сайт, конечно же, это специальная компьютерная программа, которая позволяет размещать и обрабатывать в интернете информацию, изображения. Компания может приобрести эту программу у разработчиков, разработать самостоятельно, и могут появиться права на интернет-сайт. Эти права могут быть исключительными и неисключительными. Вот если говорить, опять же, про программный продукт, не про сайт, про 1С. Есть ли у нас с вами исключительные права на нее? Нет. То есть у нас в качестве нематериального актива такая программа отразиться не может. То же самое касается и сайтов. Обладая исключительными правами, компания становится единственным владельцем сайта, и разработчик не вправе создавать подобный сайт для других лиц. Хотя, в общем-то, разработчики очень часто сейчас в договорах проставляют условия, что с таким шаблоном они, в общем-то, будут работать и дальше. Поэтому вы становитесь как бы не единственным владельцем, а пользователем. Но все-таки, если вы действительно владелец сайта, то тогда озадачиваться вопросами регистрации исключительных прав на сайт в Роспатенте не обязательно. То есть это у нас гражданский кодекс, статья 1262, нам об этом и говорит. То есть заключать, авторски регистрировать в Роспатенте этого не нужно. В этом случае исключительное право на принадлежащий компании интернет-сайт вы можете учесть как нематериальный актив. То есть исключительные права – это вы единственный владелец сайта, разработчик не вправе сделать второй такой же сайт, и тогда у вас есть нематериальный актив. Условия выполнены. Основные условия есть. Исключительные права – единственный владелец, разработчики не вправе создать такой же сайт. Если же у компании есть только не исключительные права на интернет-сайт, разработчики могут создавать подобные сайты для других лиц. Если у вас не исключительные права, разработчики могут создавать подобные сайты. Затраты тогда на приобретение не исключительных прав на интернет-сайт компания может учесть как расходы по обычным видам деятельности. То есть это будут ваши текущие расходы. Они не будут формировать стоимость нематериального актива. И про бухгалтерский учет. Значит, если мы говорим с вами про исключительные права, учитываем их в составе нематериальных активов при выполнении единовременно следующих условий. Эти условия у нас прописаны в 14 ФБУ – учет нематериальных активов, и, соответственно, применимы к интернет-сайту. Стоимость исключительных прав на интернет-сайт может быть достоверно определена. Что мы включаем с вами в стоимость исключительных прав? Разработка, графический дизайн. Возможно, услуги по созданию, но продвижение нет. Использование интернет-сайта способно принести компании доход, но ради этого мы, наверное, его и создавали. Пользоваться сайтом вы собираетесь больше 12 месяцев. И, конечно же, вы не собираетесь продавать исключительные права на интернет-сайт в течение 12 месяцев. Но это стандартные условия, которые у нас применимы к нематериальному активу. Соответственно, и здесь они также должны выполняться. В этом случае стоимость интернет-сайта, который вы учли как нематериальный актив, вы списываете на затраты не единовременно, а постепенно через амортизацию. Амортизацию начисляем только по тем нематериальным активам, по которым можно определить срок полезного использования. Мы говорим с вами про бухгалтерский учет. Если же срок полезного использования установить невозможно, то амортизацию мы по нему не начисляем. Предполагаемый срок можно. Списание стоимости будет зависеть от того, можно или нет определить срок полезного использования. Если компании принадлежат исключительные права на сайт, то срок их действия, как правило, все-таки не ограничен по времени. Поэтому срок будем устанавливать, исходя из срока, в течение которого планируем использовать его для извлечения дохода. Но, конечно, этот срок не будет дольше срока деятельности компании. Мы, правда, конечно, собираемся создавать свою компанию навечно, но срок надо установить, если нужно, но не больше какого-то срока. Срок утверждается также приказом руководителя компании. Но впоследствии компания ежегодно должна проверять, не изменился ли существенно срок полезного использования сайта. Итак, сайт, для которого определен срок полезного использования, амортизацию начисляем в обычном порядке, как по объекту нематериальных активов. Если же по таким параметрам срок использования сайта определить невозможно, то он считается неопределенным сроком, и амортизировать такой актив нельзя. Вы его просто учитываете на 0,4 счете, на 0,5 счете амортизации нет. Точно так же, как земельные участки. Земельные участки, они вечные, поэтому земля у нас не амортизируется. В налоговом учете мы стоимость земли можем списать на расходы, в бухгалтерском учете такого расхода нет. То же самое касается ваших нематериальных активов. То есть ключевое понятие, можно ли определить срок полезного использования, влияет на начисление амортизации. Либо начисляем, либо не начисляем и оставляем в фиксированной сумме на 0,4 счете. И не сможем, соответственно, обращать на расходы? Да, на расходы. Нет, прибыль давайте не путать. Что касается прибыли, это у нас налоговый учет. В налоговом учете вы ориентируетесь на 25 главу, на 259 статью. Смотрите, каким образом устанавливается срок. Там у нас есть 256, 257, 258 и 259 статьи, которые разбирают учет основных средств нематериальных активов и сроки полезного использования. То есть для нематериального актива я руководствуюсь тем пунктом. И налог на прибыль считайте, исходя из тех правил. Что касается бухгалтерского учета, то здесь у нас подход классический. Можно или нельзя определить срок. Теперь, чтобы открыть сайт, помимо разработки программы или сайта, нужно зарегистрировать доменное имя сайта и оплатить услуги хостинга. То есть нам нужно будет арендовать место на сервере провайдера, где будет размещаться сайт. Доменное имя сайта – это адрес сайта в интернете, то, что вы видите всегда, когда в поисковую строку забиваетесь, соответственно. За него надо, конечно, платить, потому что это основная реклама, которая приводит к информации про вашу компанию. Его надо будет зарегистрировать в региональном сетевом информационном центре или у другого действующего регистратора. Период действия регистрации доменного имени, как правило, равен календарному году, но впоследствии регистрацию можно продлить. Доменное имя в данном случае у нас не является объектом интеллектуальной собственности, поэтому как отдельный объект нематериальных активов мы его не учитываем. Но без доменного имени сайт функционировать не может. Поэтому если сайт мы учитываем как нематериальный актив, расходы на первичную регистрацию доменного имени следует включить в его первоначальную стоимость. Совершенно верно, как вы заметили. Но последующая регистрация доменного имени уже у нас есть сформированная стоимость сайта, поэтому последующая регистрация, продление регистрации на стоимость нематериального актива не влияет. И в данном случае это будет отражаться в составе расходов по обычным видам деятельности. Итак, регистрируем имя на год, включаем в стоимость дальнейшие расходы по продлению, не включаем в стоимость, отражаем как текущий расход. И вот это вот то, что, извините, последующее продление на год обычно, да, это мы в 27-м и частично списываем в течение года, это так. Вот проходят же суды, вот, в доменном... Итак, доменное имя сайта включаем в расходы на первичную регистрацию и первоначальную стоимость сайта. Продление регистрации – это расходы по обычным видам деятельности. Так? Теперь, исключительные права на интернет-сайт могут быть переданы другой компании по договору об отчуждении исключительного права. Как и любое имущество, ваша компания имеет право продать, перепродать исключительные права. Что мы делаем с вами в учете? Если у вас интернет-сайт учтен как нематериальный актив, сумма амортизации, начисленной за период использования интернет-сайта, мы начисляем по 0,5 счету, то есть на 0,4 счете стоит стоимость нематериального актива интернет-сайта, на 0,5 счете начисляется амортизация. Когда мы продаем сайт или же списываем его, потому что не пользуемся, вы делаете проводку дебет 0,5, кредит 0,4, списывая таким образом амортизацию, начисленную за период использования интернет-сайта. В результате сальдо на счете 0,4 будет у нас отражать остаточную стоимость переуступленных исключительных прав на интернет-сайт. Соответственно, остаточную стоимость, в общем-то, как и в любом случае, прощание с нематериальным активом, с основным средством, остаточную стоимость мы списываем куда? На счет 91, субсчет 2, учитывая в составе прочих расходов. Стоимость переуступленных исключительных прав с учетом начисленной амортизации. Что касается договорной стоимости проданного интернет-сайта. В данном случае стоимость переданного интернет-сайта определяется по договору между покупателем и продавцом и отражается, как прочий доход от переуступки исключительных прав на интернет-сайт 962, кредит 91, субсчет 1. Вы можете провести расчеты не через 62 счет, а через 76, поскольку это не является вашим непосредственным покупателем, а получается, вы прочему дебитору переуступаете свои права. Если компания-правообладатель является плательщиком НДС, то с дохода начисляется НДС к уплате в бюджет. Стоимость интернет-сайта, который перестает пользоваться или не способен приносить компании экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета, но, конечно же, без отражения доходной его части. Если срок полезного использования еще не закончился, но сайтом вы перестали пользоваться, сумму накопленной амортизации вы списываете со счета 0,5, дебет 0,5, кредит 0,4. Сумму амортизации списываем за период использования интернет-сайта. На счете 0,4 будет у нас с вами отражена остаточная стоимость переуступленных исключительных прав на интернет-сайт. И остаточную стоимость мы также включим в 9,91 счета, второго субсчета, кредит 0,4. То есть отразим в составе прочих расходов остаточную стоимость исключительных прав на интернет-сайт, который больше компании не используется. Отличие от предыдущей ситуации какое? Нет выручки, есть только расходы. Компания может получить не исключительные права на использование интернет-сайта. В этом случае исключительные права остаются у права обладателя. Если мы покупаем с вами нематериальный актив, покупаем не исключительные права, то есть получаем расходы, связанные с приобретением сайта в пользование, отражаем эти расходы в составе будущих расходов. Если за право использовать интернет-сайт, компания единовременно выплачивает правообладателю фиксированную сумму. То же самое происходит у вас, когда вы покупаете программный продукт и заключаете лицензию на пользование, соглашение на пользование. Здесь точно так же. Либо, если вы осуществляете периодические платежи, то каждый платеж отражаете в составе текущих расходов. Для учета данного актива, который стоимость уже специально вы отразили на расходы, вы отражаете на забалансовом счете. Специального счета для нематериальных активов, полученных в пользование, у нас нет. Поэтому можете создать самостоятельно, открыть самостоятельно соответствующий забалансовый счет, поскольку в плане счетов такого нет. И стоимость не исключительных прав на использование интернет-сайта, полученных на основании договора с правообладателем, отразить по дебету этого забалансового счета. Просто, чтобы у вас ничего не потерялось и отразилось в учете. Таким образом, расходы, связанные с получением сайтов, пользования, зависят от того, как вы платите. Если вы оплачиваете периодически, то каждый платеж отражается в текущих расходах. Если вы заплатили за год пользования или за полгода пользования фиксированную сумму, то учитывайте изначально на 97 счете, а потом списывайте на расходы текущие равными частями в течение срока, на который у вас заключен договор пользования. Ну и давайте посмотрим несколько примеров, разберем, как бы вы это отразили в учете. Компания Passive приобрела по лицензионному соглашению программный продукт защиты Касперского. Стоимость программы 2400 рублей. Программа идет без НДС, потому что программные продукты НДС не облагаются. Срок действия лицензионного соглашения 2 года. Изначально, по всей вероятности, мы эту сумму поставили бы... Хорошо, уточняющий вопрос. У нас есть ли исключительные права? У нас нет иск... Как на 0,4, если у вас нет исключительных прав? Мы только сейчас разбирали все ситуации. Значит, если у вас нет исключительных прав, то вы это отражаете в расходах. Правильно? Но можете ли вы это признать в расходах единовременно? Нет. Совершенно верно. Срок установлен 2 года. Поэтому покупку данного программного продукта мы отражаем по дебету 97-го счета и крейту 60-го. Ну, а с 97-го счета стоимость списываем на текущие расходы равными частями по сумме 200 рублей. Так? То есть внимательно читаем договор, по которому приобретаем, и, соответственно, отражаем запись. Ну и другая задача, которая связана с учетом доменного имени и расходов по хостингу. Компания «Актив» заключила авторский договор со специализированной фирмой «Домен» на издание, на создание интернет-сайта. За разработку дизайна «Актив» заплатил условно 21 240 рублей, в том числе НДС 3240. За программное обеспечение, которое использовано для сайта 24 780, в том числе НДС 3780. Условиями договора предусмотрен переход всех исключительных прав на дизайн сайта сроком на 5 лет без ограничения территории пользования. Вот на программное обеспечение, разработанное для сайта, «Актив» получила не исключительные права на воспроизведение, распространение и переработку без ограничения территории пользования, также сроком на 5 лет. Получается, что у нас с вами исключительные права на дизайн и не исключительные права на воспроизведение, распространение и переработку. Сайт в этом случае нельзя учитывать в составе нематериального актива. Что мы делаем с вами тогда в учете? Мы отражаем по дебету 0,8 счета стоимость расходов на создание сайта. 18 тысяч сумма без НДС, то есть 21,240 минус 3,240. Сумму НДС отражаем отдельно. 9,19, кредит 60, 3240 рублей. С 0,8 счета на 0,4 мы берем только стоимость чего? Исключительных прав дизайн сайта. А НДС после этого принимаем к вычету. 9,68, кредит 19. Что же касается расходов, связанных с чем? Совсем внутренним наполнением. То, что у нас есть воспроизведение, распространение и переработку. Эту сумму 21 тысячу без НДС мы отражаем на 97 счете. Сумму налога отражаем отдельно на 19 счете. Сумму НДС берем к вычету и оплачиваем подрядчику всю стоимость общую, которую мы потратили и на разработку сайта, и на все не исключительные права, то есть общую сумму 46 тысяч 20 рублей. Что касается наших нематериальных коактивов, 0,4 счет будет у нас амортизироваться. Что касается расходов будущих периодов, то соответственно расходы будущих периодов, я здесь поставила неверный счет, торопилась, наверное. Далее ежемесячно в течение пяти лет бухгалтер актива будет делать записи. Амортизировать нематериальный актив 9,44 счета. Это с 18 тысяч 1,6 десятая. На пять лет у нас с вами установлен срок полезного использования. И соответственно также на расходы будет попадать 97 счет расхода будущих периодов. Это та сумма, которую мы изначально уточнили и поставили наши не исключительные права. То есть еще раз, в зависимости от того, на что у нас есть исключительные права, на что у нас исключительных прав нет, мы соответственно с вами и отражаем в учете. Получилось, что одна сумма пошла на 0,4, другая сумма была списана на расходы. Соответственно расходы попало все только через разные счета. Вопросы. Остались ли у вас? Таким образом жду вас на занятия по нашему курсу, где мы решим еще с вами несколько задач и по этой теме, и по другим темам, которые у нас будут заложены в курсе. Продолжение следует...